Миллионы в чужой карман. Бывший гендиректор общества мясопродукты обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Учли предложения многодетных семей. В окружную программу по организации отдыха и оздоровления детей Ненецкого округа внесут изменения. Аграрии Ненецкого округа рассматривают возможность создания сельскохозяйственных потребительских коопераций. Это позволит привлекать федеральные средства. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Первый заместитель прокурора Ненецкого округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора общества мясопродукты. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, мужчина заключил три договора с консалтинг-инвестстрой на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ликероводочного цеха на территории предприятия мясопродукты на общую сумму 10 миллионов рублей, достоверно зная, что их заключение возможно лишь по результатам закупок. При этом руководитель не только заключил указанные договоры без проведения соответствующих конкурсных процедур, но и не убедился в возможности строительства ликероводочного цеха на территории предприятия, тогда как градостроительным планам земельного участка возведения такого рода объекта не предусмотрено. Взятые по договору обязательства консалтинг-инвестстрой, не исполненные полученными денежными средствами, руководство организации распорядилось по своему усмотрению. В результате обществу мясопродукты причинен материальный ущерб на сумму 10 миллионов рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Наринмарский городской суд. Начальник окружной полиции Олег Яковлев провел пресс-конференцию с представителями СМИ округа по итогам работы управления за 10 месяцев текущего года. Кроме того, начальник ОМВД России по Нинецкому округу озвучил ряд основных показателей, характеризующих результаты деятельности управления, направленных на профилактику и борьбу с преступлениями и правонарушениями, а также ответил на вопросы журналистов. По словам Олега Яковлева, в течение 10 месяцев текущего года в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудникам полиции удалось достичь снижения как общего количества регистрируемых преступлений, так и тяжких и особо тяжких составов. Значительно возросло число выявленных преступлений коррупционной направленности. Активнее в этом году проводилась работа по выявлению экономических преступлений. Нашими сотрудниками в этом году выявлено за 10 месяцев на 60% больше преступлений экономической направленности. Явно ощущается работа наших сотрудников ОЭБ и ПК. Что касается возмещения ущерба по этим экономическим составам, на сегодня он составляет по оконченным уголовным делам 88,8% это возмещение ущерба по экономическим составам. Если цифровым взять, это более 106 миллионов рублей. Особое внимание начальник управления акцентировал на том, что по-прежнему не удается стабилизировать ситуацию, связанную с преступлениями, совершаемыми в состоянии алкогольного опьянения. Практически каждое второе преступление у нас совершается лицами, которые употребили спиртные напитки. К сожалению, не удается и в этом году стабилизироваться практически уровень прошлого же года данной категории преступлений. Среди вопросов, которые поднимали на встречи журналисты, массовые сборы подростков за магазинами и в темных переулках. Жители соседних домов неоднократно жаловались на поведение несовершеннолетних. Начальник полиции убежден, решить проблему возможно с привлечением родителей и органов власти. Мы предлагаем такое письмо, уже мной подписано и направлены высшие изложенные инстанции, увеличить количество родительских патрулей, работать вместе с нами, с нашими инспекторами на улицах в это вечернее время. Мы знаем, в каких местах в основном собирается вот эта молодежь. Предлагаем вот те места, где они собираются, установить дополнительные фонари. Также Олег Яковлев предложил в этих местах установить камеры видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный город». Комплекс уже включает в себя 67 видеокамер, 28 терминальных комплексов, гражданин полиция и 6 систем автоураган. Об этом на пресс-конференции с журналистами местных СМИ рассказал заместитель начальника окружной полиции Сергей Сахаров. Официально начались тестовые испытания. Все недостатки в работе системы видеонаблюдения терминальных комплексов гражданин полиции в настоящее время устранены. По истечении 72 часов компания «Ланит» и администрация округа приступят к передаче данного комплекса на баланс соответственно округа. Даже можете сейчас проехать, убедиться в том, что все кнопки работают, видеокамеры работают. По словам начальника окружной полиции Олега Яковлева, камеры видеофиксации оказывают существенную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступления, совершаемых на территории города и поселка Искателей. Процентов 20 преступлений, совершенных в злачных учреждениях, либо на улицах, мы сегодня раскрываем путем изучения видеозаписей, сохранившихся в тех или иных учреждениях. Помогают. Я думаю, эффект от безопасного города тоже будет. Еще один из вопросов, который был озвучен на пресс-конференции, касался обеспечения правопорядка в населенных пунктах округа. По словам Олега Яковлева, в настоящее время на территории Заполярного района работают 19 участковых, уполномоченных полиции. В ближайшее время двух участковых направят в Амдерму и Харуту. Шойни, Бугряной и Усть-Кари пока остается нерешенным вопрос с жильем для представителей полиции. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сотрудниками окружной полиции разыскивается Иван Леонидович Нагец, 1982 года рождения, уроженец поселка Красный Як Печорского района Коми АССР. 1 ноября 2017 года он в вечернее время вышел из дома номер 16 по улице Строителей в поселке Искателей в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид 35-40 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, был одет в пуховик дутый, синий короткий, под пуховиком «Олимпийка» синий «Адидас» с белыми полосками на рукавах, синие джинсы, темно-коричневые ботинки. При себе имел паспорт и мобильный телефон. Если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, сообщите ее в дежурную часть полиции по телефону 02 с мобильного 102 или 4-21-26. По предложению многодетных семей региона, в окружную программу по организации отдыха и оздоровления детей Нинецкого округа внесут изменения. В частности, планируется, что дети от 10 до 15 лет, имеющие 4-ю и 5-ю группы здоровья, будут выезжать в санаторно-курортные организации совместно с одним из родителей, опекуном или близким родственником. Сегодня указанная категория детей отдыхает в санаториях в составе организованных групп под присмотром сопровождающих. По мнению родителей, не всегда дети с серьезными заболеваниями могут отправиться на лечение без близких родственников. По словам руководителя профильного департамента Сергея Свиридова, этот пробел в законодательстве будет устранен. Предложение учтут при организации отдыха и оздоровления детей в следующем году. Об этом шла речь сегодня на заседании комиссии по социальной политике и собрании депутатов Нинецкого округа. Поговорили об итогах летней оздоровительной кампании текущего года и перспективах на 2018 год. Летняя оздоровительная кампания детей Нинецкого округа подходит к завершению. В этом году, как и прежде, окружные ребята поправляли свое здоровье за пределами региона в составе организованных групп или по путевкам мать-дитя. Геленджик, Анапа, Сочи, Фрязи, нам такова география санаторно-курортного отдыха. За пределами Нинецкого округа в этом году отдохнули и оздоровились порядка 500 детей. Какой эффект принес санаторно-курортный отдых в этом сезоне, чуть позже скажут окружные медики. В том, что эффект есть, сомневаться не приходится. Дети, отдыхающие в черноморских здравницах, действительно поправляют свое здоровье. По информации профильного департамента, показатель детской заболеваемости в 2016 году по сравнению с годом предыдущим снизился на 12,5%. В том числе по таким классам заболеваний, по санаторно-курортному направлению, это болезни уха и на 18%, чуть более 18%, систем кровообращения на чуть более 19%, органов дыхания 2,7%, органы пищеварения чуть более 17%, болезни кожи и подкожные клетчатки около 22%, болезни костно-мышечной системы и соединительные ткани около 7%. В 2016 году по сравнению с 2015 на 38% увеличилась численность детей, имеющих первую группу здоровья, на 25% имеющих вторую группу здоровья и уменьшилась на 0,7% численность детей третьей группы здоровья и на 38% четвертой группы. Оздоровление детей за пределами региона продолжится и в следующем году, но с некоторыми изменениями. К примеру, дети от 10 до 15 лет, имеющие четвертую и пятую группы здоровья, будут выезжать в санаторно-курортные организации совместно с одним из родителей, опекуном или близким родственником. Сегодня указанная категория детей отдыхает в санаториях в составе организованных групп под присмотром сопровождающих. По мнению родителей, не всегда дети с серьезными заболеваниями могут отправиться на лечение без близких родственников. Но не только за пределами региона в летнее время отдыхают окружные дети. Более полутора тысячи ребят по всему округу посещали тематические пришкольные площадки. Уникальным в этом году стал опыт пятой школы. На ее базе была организована площадка труда и отдыха, делу время потехе час. Новый формат организации детей позволяет совмещать трудовую и культурно-просветительскую деятельность. В первой половине дня школьники трудились на улицах города. Фронт работ определял чистый город, как работодатель, трудоустроивший детей на время летних каникул. Каждый день по четыре часа школьники очищали город от мусора и наводили порядок во дворах домов. Благоустраивали пришкольную территорию. После обеда – время досуга. Опытные педагоги составили программу таким образом, чтобы она включала разные виды деятельности. И за 21 день дети успели не только отдохнуть, но и почерпнуть новые знания. Возродить трудовые отряды в следующем году планируют и в других школах региона. По мнению детского омбудсмена Риммы Галушиной, в первую очередь, такой формой работы необходимо охватить трудных подростков. Такая группа нужна обязательно для ребят, которые стоят на учете ВПДН и ВКДН. Почему? Вот вторая часть нетрудовая, так скажем. Она должна быть полностью посвящена по работе, социально-реабилитационной работе с этими ребятами. Ребята, отличившиеся в учебе, спорте и других направлениях, в этом году отдыхали во всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена» и «Артек». А в 2017 году Министерство образования и науки Российской Федерации на округ было выделено 136 путевок, что на 100% больше, чем в прошлом году. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Агрария Ненецкого округа рассматривает возможность создания сельскохозяйственных потребительских коопераций. Такая форма хозяйствования открывает дополнительные возможности для привлечения федеральных средств на развитие агропромышленного комплекса округа. Как пояснили в профильном ведомстве, кооперация может получить грант Минсельхоза России до 70 миллионов рублей, но не более 60% от общих затрат хозяйства на развитие материально-технической базы. Сельскохозяйственные потребительские кооперации являются некоммерческими организациями, в состав которых входит только сельхозтоваропроизводители. Расходы организации покрываются паевыми взносами, размер которых устанавливается общим собранием членов кооператива. Таким образом, никто из членов не теряет статуса юридического лица. Все продолжают заниматься своей производственной деятельностью и получают государственную поддержку. Для получения федеральной поддержки в сельскохозяйственных потребительских кооперациях должны объединиться не менее 10 сельхозтоваропроизводителей на правах членов кооперативов. Как отметили специалисты профильного департамента, в молочном животноводстве допускается привлечение в качестве пайщиков представителей личных подсобных хозяйств. Округ вспоминают об одном из основателей Ненецкой окружной больницы. Она проводила сложные операции, принимала роды в тундре, работала педиатром и онкологом. Сегодня исполнилось бы 110 лет со дня рождения Рены Батмановой. Народов много, страна одна. В Ненецком округе прошли торжественные мероприятия, посвященные государственному празднику России Дню народного единства. В Ненецком округе почтили память Рены Батмановой. Митинг состоялся возле памятной доски у родильного отделения. Сегодня доктору Рене исполнилось бы 110 лет. Рена Ивановна Батманова родилась 7 ноября 1907 года в деревне Кунип под Сыктывкаром в крестьянской коме-семье. Летом 1930 года после окончания Пермского государственного института молодого доктора направили работать в Ненецкое село Устье. В 1934 году Рена Батманова приехала работать в Наринмар. Она была одним из основателей Ненецкой окружной больницы. Рена Батманова делала сложные операции, принимала роды в тундре. Как акушер-гинеколог, хирург, педиатр и онколог в одном лице, она делала все, чтобы помочь людям. Ей не было и 30-ти, а народ уже рассказывала легенды о докторе Рене. Рена Ивановна награждена орденом «Знак почета», медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне, за оборону Советского Заполярья. Общий дом более чем для 75 национальностей. В Ненецком округе отметили День народного единства. На празднике, который состоялся во Дворце культуры Арктика, в этот день можно было не только увидеть и попробовать на вкус культуру разных народов, но и побывать в самых отдаленных уголках региона с помощью многочисленных площадок. О самом вкусном и интересном расскажет Любовь Пермякова. Я татарин. Родился здесь, чуть-чуть подрос тут, а потом уже уехал. По своему началу я сначала даже не знала, что я родился тут. Я думала, что я родился где-то в другом городе. Один раз мы приехали сюда, мне город понравился. У меня тут есть много друзей, много братьев. Тимур Ганиев сегодня один из самых активных гостей праздника. Говорит, что за два часа обошел почти 20 экспозиций, которые представили землячество и диаспоры, проживающие в Ненецком округе. Впечатлило то, что я на втором этаже нашел выставку, а там был граммофон. Я в своей жизни никогда его не видел. Граммофон, а точнее его переносной разновидностью со скрытым рупором, патефоном похвасталось андикское землячество. 80-летний музыкальный аппарат, несмотря на почтенный возраст, до сих пор в отличном состоянии. И как в 30-е годы готов и сам завестись с полоборота, и завести публику. Включаю это рычажком. Булочком. Мы предоставляем здесь дом, который построен в 1881 году в деревне Андик. Это сейчас является самым старым домом и в деревне Андик, и в Ненецком автономном округе. И все вот эти вещи, томтичный телефон, патефон, с этого дома, прялка, грабилка и фотографии. Кстати, старые фотографии можно было посмотреть практически у каждого землячества. Многие снимки сделаны в населенных пунктах, которых уже нет на карте округа. Один из них – поселок Просундуй. Историю исчезнувшей деревни и судьбы ее людей бережно хранит председатель землячества Мария Филипова. Вот это корни Раисы, будущей олимпийской чемпионки, корни находятся на Просундуе, 160 километрах от Нарьянмара. Там родилась мать, там родилась бабушка. И вот прабабушка, прадедушка, они были первыми жителями Просундуя. Именно первая семейная пара Анна Никитична и Илья Артемьевич Шевелевы являются предками четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной. Таких историй в копилке председателя землячества о жителях Просундуя много. Сегодня гостям праздника о них Мария Диамидовна рассказывает за чаем с коми-блюдами. Ведь в День народного единства можно было отведать кулинарные шедевры разных национальностей. Например, представители азербайджанской диаспоры угощали самым красивым медом в мире, приготовленным из лепестков роз. У нас розовый мед и не продажа, и нигде найдет такое вкуснятие. Это попробуйте, как мед, роза, вкус розы, сразу чувствуется, что там. И полезно на сердце. Для себя привезли, остался там килограмм, ну угостил всех. Ну, очень вкусно. Еще одно землячество – татаро-башкирское, которое в прошлом году пополнило семью национальных организаций Ненецкого округа, специально для праздника поставили юрту. В ней многочисленных гостей угощали национальными сладостями. Это чак-чак, конечно, чай сладкий он. И в зависимости от того, из какого района кто, видите, он разного вида. Есть побольше, есть потолще, есть по… да-да-да-да-да, то есть разновидностей моря. У представителей татаро-башкирской диаспоры богатый был не только стол, но и традиционные костюмы. Это концертный костюм вот на мне, но с элементами обязательными, которые в татарском костюме присутствуют. Это платье обязательно с валанами, ну в основном у простых девушек, в основном был. И конзол, удлиненный жилеток. Красоту и колорит национальных костюмов, богатство блюд и традиций на праздники продемонстрировали 32 землячества. Как отметили представители народов Белоруссии, Украины, Азербайджана, Дагестана, Чечни, Татарстана, а также члены общин Коми и Ненецкого народов, в регионе созданы хорошие условия для их развития и дружбы. Мне хочется, чтобы они подружились и вот не было всяких войны или что-то такого. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.